Ах, черт, мы снова идем. Тихо, тихо, тихо. Вижу, вижу, просвечиваешь. Вот этот свет, это от кого идет? От беспилотника? Да. Или нет? Какой-то постоянный свет. Постоянный, тихо. Ты меня не видишь. Я-то тебя вижу, но ты меня не видишь. Блядь, меня обнаружили, походу. А почему она встала? Хелена Новак. Ну все, пизда. Я двигаться не могу. Да, привет, привет. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Что ты делаешь? Веди себя, как обычно. Он сказал, это невозможно. Что-то невозможно сделать. Мне нужно вот к этому лучше света, судя по всему. Наконец-то есть отметка на карте, куда идти. Это не может не радовать. Это уже, в принципе, замечательно, что видно, куда идти нужно. Есть какая-то отметка на карте. Давай, пролетай. Тоже мне. После кибер-гниц прошлого эпизода, как бы, уже не так уж и страшно. Не так уж и страшно двигаться, не так уж и страшны вот эти беспилотники. Я понял. Они, когда тебя засекают, ты начинаешь, походу, сначала, с начальной точки своей. Ну, окей. Мы, походу, я не знаю, какие-то данные загружали, что-то пиздили у Херона. Потом пришли в комнату 007 или просто 7. Летит. Вижу, вижу, тебя летит. Отдали данные то ли Адаму, то ли не Адаму. Ну, сыну, короче, главного героя. Он там с ними что-то мутит. Продает бигдату, походу. Которую в социальные сети воруют. Не воруют, а собирают с нас. Вот. Единственное, что не всегда понятно, насколько близок к тебе этот самый левитирующий аппарат. Вот этот цвет, он от кого? Он от дрона или нет? И сейчас мы через поля, луга пробираемся куда-то дальше. Где она? Где она? Улетела? Вроде как-то вот куда-то туда нужно двигаться. Судя по первоначальному местоположению. Но не ясно, смотрят за нами сейчас или нет. Бля, и все так шароебится. Очень жестко шароебится. И очень жесткие трипы какие-то. Если я встану, меня спалят? А, вон, не туда. Мы пошли. Окей. Опа, опа, опа. Пролетай мимо, пролетай мимо, дружище. Все хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Улетел? Не улетел? Свет в конце. Погнали. Погнали к свету. Свет это хорошо. Учение свет, не учение тьма, все дела. Выскочил. Опустился вниз. Окей. Опа. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо грязи. Вас тут много на самом деле, ребята. Вас тут очень много. Мне это не нравится, что вас тут так много. Свет. Блин, их там еще и спереди штуки 3-4. Патрулируют они. По вот этому звуку, что ли, ориентироваться? К полуручащему. Ага. Ты лучше на картах, а то она почему-то встала у меня, и ее сразу обнаружили, хотя даже прожектор был не над ней. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, убеждай себя, блядь. Так, нам нужно как-то... Проскользнуть. Прошмыгнуть. А они неплохо так по кругу крутятся и палят. Пытаются палить все. Так. Сейчас этот улетит. Попробуем туда пробежать. Все нормально. Наверное. Один какой-то супербыстрый вот этот. Летательный аппарат. Остальные помедленнее. Тихо-тихо-тихо. Че в мою сторону светишь? Не надо грязи. Давай разворачивайся, или вообще улетай нахуй за зону. Так, окей. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас прошмыгнем. Свет вижу. А это замечательно. Главное, видеть свет и идти к нему. Вон она, вон она, летит, 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 тварь. Спокойно. А, я понял, когда он светит, тут больше начинается вот этих мистических галюнов. Сейчас, сейчас бы я вставать не рискну, посмотреть, где кто. Еще и луна, я подумал, что это тоже лампа. Свет. Просто иди на свет. Спасибо, что тут хотя бы дали ориентир, на самом деле. По какому-то болоту идем. О, ебать. Реально болото. Вижу тебя, я тебя вижу. Ты меня не видишь, все красиво. Давай, улетай. Они меня путают своими вот этими прожекторами. Создают дополнительные источники света. Так, ну я почти у цели. Ага. Ну неплохо такое, неплохое офисное пространство, прям посреди поля. Сейчас этот дрон развернется, улетит отсюда. Их тут три уже. Скопились, твари. Ладно, давайте по-быстрому. Опа. Опа. Да? Меня не обнаружили? Замечательно. Нет! Нет! Не знаю, смогу ли я заниматься этим дальше, мне кажется, они обо всем догадываются. Не будь параноиком, никто ни о чем не догадывается. Ты не понимаешь, каждый раз, когда я тут прихожу, туда прихожу, такое чувство, как будто они за мной следят. Вчера этот кретин начальник так на меня посмотрел, будто я просто уверена, что он все знает. Опять офис, блядь. Если бы они знали, мы бы уже были мертвы. Может, они просто издеваются над нами? И какой-нибудь с этого прок? Не знаю, может быть, так эти садисты снимают напряжение? Это не их подход. Поверь, я достаточно долго проработал в корпорации, чтобы знать их методы. Нет! Опять офисы! Я против, я протестую! Нет, не хочу! Опять эти кибергниды будут! Нет, блядь! Да нет, не хочу я. Ну, ебаный в рот, так было хорошо без офисов-то. Нихуя себе. Блядь. Привет, камера! Ага. Опять что-то рычит в меня. Опять офисный лабиринт. Ебать. Иди-то куда? А, понятно, сюда. Блядь, нет, я заебался с этих офисов уже сколько можно. Когда закончится это великолепное путешествие по мозгам Хелены Новак? Комната 104? Амир! А, вот и ебака, которая напала на Амира. Ну, такая уж она и страшная, на самом деле. Я думал, что это будет более жесткое. Беги! Скорее! Позови на помощь! Ну, да, собственно, она увидела, кто его чекнет. Они здесь! Они пришли за нами! Помогите! Умоляю! Блядь. Мне просто бежать по коридору? Заебись. Просто супер! А оно все меня возвращает и возвращает. Почему я в офисе теперь? Охуенно. Просто лучшая история. Это мы, типа, убегаем от этого монстра, да, я так понимаю? Блядь. Я контролирую ситуацию. Я... Я... Да. Контролем тут и не пахнет. Опять! Блядь. Офис отъебись от меня! О, новая локация, наконец-то. Это город. А, не, не город. Это коридор. Не коридор, это улица. Гигантский голубь и... Тату-салон. Так, и мы оказались в тату-салоне, правильно я понимаю? Мы окажемся в тату-салоне. Что падает? Что это такое? Кишочки чьи-то? Да ладно тебе! Не, не напугал. Все могло быть по-другому. Джек Инк Тату Шоп. Да, вот. Мы зашли в тату-салон. 3615, 3615, 3615. Это мы. 3615, 3615. 3615. Дай пройти 3615. 3615. Пройти, блядь, дай. А, вот и ебака, которая нас убила. Она сзади была. Ну да. Не, ну, не, я расстроен после... Внимание, угроза до синхронизации. Вводится лекарство. Ой, наконец-то закончился этот... Psycho Social Trip. 3615. После демонов, которые в офисе, вот эти главные менеджеры ходили... Я контролирую ситуацию, я... Короче, после этих демонов, вот эта ебака, которая убила Амира и напала на нас, ну, вообще не страшная. Я уже ожидал какую-то, реально... Какого-то мутанта, демона. Что, 3615, 3615. Сюда 3615 вводить. 3615. Да, что ж, попробуем. Блядь, не 3612, а 36... 6... 1... 5. Доступ разрешен. Ну и что, блядь, разрешен он? Ну, разрешен. А-а-а-а-а... Проход открылся. Журнал расследования обновлен. Наконец-то можем почитать, что и как. Синхронизмчику еще. Ёкну таблеточку. Ой, красиво. Синхронизм введен. Содержание штамма снижено. Так. Музыка какая хорошая. В поиске Амира. Осмотреть тайную комнату. Мне удалось найти тайный проход, пока я только открыл его. Но могу посмотреть, куда он введет. Договорились. Короче, ее убило где-то здесь. Где-то вот-вот-вот тут. И я сомневаюсь, что она была убита иглами. Она была убита когтями. Собственно, вот эти когти. Да? Кровь жертвы смешалась с чернилами. Повышенная концентрация гормонов. О, черт. Только не говори мне, что она... Беременна была, по ходу. Ржение тканей. Рваная рана. Зияющая рана на шее. Будто кто-то откусил от нее кусок. Следы остывают. Чего же ты еще ожидаешь здесь найти? Это ты мне говоришь? Чего ожидаю, то и ожидаю. Не выебывайся на меня, главный герой. Это что за магазин? В 2084 году вот такие весы, да? Как на рынке. Ключик. Поднято ключ от Комера 208. Журнал расследования обновлен. Кассовый аппарат. Обнаружены незарегистрированные довоенные компоненты. Это до Первой мировой войны компоненты, блядь, обнаружены. Это что такое? Карточка. Забрал. Заговорились. Воздух проветрим тут. Так. Вниз идем, в подвал. Пошли. Здравствуйте. Какое замечательное место. Подпольная операционная. Этого только не хватало. Протезы всякие, руки висят. Нельзя потрогать? Ну и ладно. Низкая энергия. Запитать тебя чем-то нужно? Синхразин получен. Сразу же и введу себе. Синхразин введен. Содержание штамма снижено. Он походу сам что ли болеет этой штукой? Потому что вот все время говорят нам содержание штамма, содержание штамма. И есть же какая-то болезнь нанофаг. Ну, отсканируй. Автоматическая пила. Это просто какая-то бойня. Автоматическая пила. Это что такое? Глазной протез. И ждет парень из 102. Записывающее устройство. Не бойтесь уходить. Никто ведь не отнимет, что было вам дано. Несмотря ни на что, мне удалось обустроить новое рабочее место. Я подошел к делу творчески и умудрился организовать его так, чтобы иметь возможность заниматься еще одним своим хобби. Условия здесь, мягко говоря, спартанские, но переживу. Должен пережить. Да базара нет, переживай. Опа, карточка еще одна. Забрал. Все так стерильно, чисто. Нет никакой кровяки. Странненько. Синхрозинчик. Поднято синхрозин. И еще синхрозин. Балуешь, игра, балуешь. Просто балуешь меня. Дешифровальный терминал. Незарегистрированное устройство риск киберпреступного применения. Ну как. Хорошо. Сейф? Так, не, понятно. Нужно что-то сделать с... С этим терминалом. Что конкретно, непонятно. Энергию провести? Низкая энергия. Блядь, спору нет. А, вот, энергия. Или это... Что это такое? Электрический выключатель. Ребятки. Как это самое? Терминал включить. Проводки-то куда идут от него? От него проводков никуда не идет. А, вот, еще что-то есть. Блядь! Вот дерьмо. Там-то ебака была. Ну, хотя бы двери закрылись. Уже неплохо. Правда, мы в западне. Охуенная история. Как выбраться отсюда? Ну, двери-то довольно прочные, я смотрю. А вот эти кровавые следы, это, короче, да, нельзя исследовать их. Или можно? Что-то можно. Кровь. Кажется, мы сейчас прямо под тату-салоном. Да я это и так понимал. Я уже видел эти преподобные инструменты-потрошители. Их используют для дешифровки программ имплантов. Ошибка устройства не обнаружена. Можно взять и дешифровать что-то. Глазной имплант, допустим. Нельзя. Понял. Это двигается теперь? Конечно оно двигается. Конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы еще ниже пойдем. Так. Привинчено. Голыми руками мне ее не открыть. Да, понятное дело. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все сделаем. Блядь, а и бака-то уже вот тут рядом было. Так. Сейчас все будет. Давай. Да зацепись ты, блядь. Ох ты ж, какая собака. Так. О! Красиво. Там, поебись пока с дверью, монстр ебучий. Электрический выключатель. Я тут что-то замкнул, зато вырвал дырень себе. Погнали. Жалко, я не могу столом прикрыть себя. Ой, заебись, катакомбы пошли. Этого мне не хватало, да? Нажмите F, чтобы включить ночное зрение. У меня все это время было ночное зрение, да? Спасибо, игра. Так вовремя мне про это рассказываешь? Я ебу. Какие-то звуки ебаные. А ну что-то ночное зрение не помогает ни пизды. Журнал расследования обновлен. Синхроничку ебанем. Секунду. Тоннель проходит под зданием. Нужно выбраться из этого лабиринта и вернуться на верхний этаж. Возможно, здесь есть кто-нибудь, кто смог бы мне помочь. Смешно, пиздец, блядь. Сейчас тебе помогут. Именно в этой игре тут все так спешат помогать. Не, мы на картах пойдем. Привычное состояние уже. Чьи, блядь, каблучки я слышу. Херон. Это проблема, не решение. Слышу, слышу, чьи-то каблучки. Монстр здесь уже окажется, да? Камера. С вами поговорить можно? А что в подвале, блядь, происходит? Че это за демонская, блядь, локация такая? Ни с кем нельзя поговорить, постучать. 0,09, 0,11, 0,12. Стул, который левитировал в воздухе, распался на маленькие объекты. Нормально. Лав агейнст Широн. Любовь против Широна. 0,14. Есть там кто-нибудь? Мне нужно с вами поговорить. О, да, привет. Меня зовут Мария. А я Дэн. Привет, Мария, я Дэн. Прекрасное имя, очень. Это типа как Дэниэл? Из Библии? Да, эм, возможно. Мария, я кажется заблудился здесь, вы не могли бы мне показать ближайший выход? О, да, я все понимаю. Там внизу просто лабиринт какой-то, правда? Да, довольно запутанно. Так, что насчет выхода? Ну ладно. Мимо помещения с ужасными криками, идите прямо к лестнице. Вот и все. Спасибо. Просто будь осторожен, не сбейся с пути. Ты дитя света, Дэниэль. Ты слишком ценен, чтобы потеряться во тьме. Эм, да, спасибо, Мария. Мимо! Чего-то с криками, значит. Синхронизирует все, да, у меня здесь. А ну, таблеточку ввели. Штырнул, штырнулись. И вот синхронизация нормальная пошла. Короче, мимо комнаты с криками идти прямо. Да, журнал расследования обновлен. Неплохая история. Ёбаный ворот. Шумные соседи. Найти источник странного шума. Найти подвальное помещение. Не знаю, кто живет в номере 108, там явно творятся темные делишки. В общем, говорится о каких-то цыпках, которые держат в подвале. Надо проверить, нет ли владельца квартиры из клыскового помещения пригодится журнал жильцов. Зайбись. Лучшая история, что я слышал. А, выход туда. Главное не сбиться с пути. Меня тут не сожрут. Опа, можно поговорить с каким-то. 118 Find static number 118 Секунду А что там про 118 было что-то? Прерывистый сигнал Это 108 Странный алтарь 208 В подвале ужасный шум найти Если пойду на звук, возможно, узнаю, откуда он исходит Ну, конечно Знаете, это как истории в американском кино Странный звук Что будем делать? Давайте разделимся, нахуй Исследуем локацию Идем на звук Идем на звук, блядь Блядь, что так ни пизды непонятно Ну, при ночном зрении Еще хоть что-то понятно Чуть-чуть Окей Ну, судя по вот этой навигации Нам куда-то туда Сюда Ох, это ж вафли какие-то Лабиринт ебучий 32, 33 А я не круглями хожу, случайно? Конечно закрыто, блять А вы как хотели Синхразинчику надо, тут уже Плавает все Ооо, его еще колдоебит так И exit Find static numbers 4, 0, 0 Ха-ха, на шару Закрой, пожалуйста, дверь за собой Тыц-тыц-тыц Не, не хочу сюда Тыц-тыц-тыц Ночное зрение нам уже не нужно Окей Окей, договорились Блядь, сюда тоже не особо хочется на самом деле Но ночное видение Это неплохо Мы куда-то наконец-то поднимаемся Наверх На что это мы выходим А я где? Слышу плач какой-то опять Че за нахуй Ковровая дорожка, специально для меня, да? Куда это мы выходим? Да блядь! Бесят уже Эти бесконечные коридоры одинаковые Понятно, сейчас что-то произойдет Ну что же, это будет Четыре-четыре-четыре? Ну конечно, очередной коридор Опа, это что-то такое Что это? Псс, эй вы, подойдите сюда Ты кто? Полиция Кракова, что вам нужно? Узнать, как ваши дела Дерьмовые мои дела Возможно А возможно и нет Что думаешь? Что происходит? Для чего все это? Для тебя, конечно же Все и всегда делается для тебя Не шти со мной Я здесь не для этого Пора двигаться дальше Не заставляй меня доставать волшебную мембрану Я воняю, как нарциссы на трупе Уродливые феи не исполняют желаний Пол-дракон Распростерший над тобой крылья Это что, какой-то шифр, блядь? Я должен какую-то секретную фразу сказать Давайте пол-дракон Я сам себе противен Что именно, дорогой? Я коп Да У меня есть право хранить молчание Все, что я скажу, может и будет использовано против меня в суде Ага У меня есть право на адвоката Понимаю ли я свои права? Да, блин Понимаю Может пропустим эту часть, хорошо? Что за нахуй пошло сейчас? Я должен был что-то найти С подсказкой для вот этой комнаты Так Ну Смотрите Шанс у нас Правильно ответить 1 к 8 Довольно маленький Хотя с другой стороны Это примерно 12% Если я правильно считаю 12 же, да? Где-то так 12 12,5-13% шанс Давайте я скажу номер 4 Вот это Это что, допрос? Трудно такое представить Правда? Ты не того допрашиваешь Уверен? Отвали Не буду Будешь Не буду Игра окончена Я знаю твой номер Я вернусь Наши пути больше не пересекутся, Дэн Постарайся не думать о ней Это не принесет тебе покоя Домофон отключен Обратитесь к домовладельцу Окей Билдинг-менеджер где? А! Какого черта? Надо найти владельца этого тату-салона Хуя Нас так Ебануло сюда А где этот главный? Ну владельца тату-салона Скорее всего Можно найти в его записях Опять он меня напугает Блядь Когда вернется А что делать? Кому легко Так 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 Первый этаж Второй Третий Подвал Складское помещение Квартира 108 Журнал расследования Обновлен Сторонний подрядчик Блядь Я даже тут не оказался рядом Нанофаг и я Что у нас обновлено? В любом случае Владельца тату-салона Каким-то боком В этом деле замешан Кто-то должен знать Живет ли он в этом доме Понятно Не пизды не Понятно Но понятно Где-то нужно найти данные о нем Слушайте А тут так светло и хорошо В этом доме После всего дерьма Где я побывал За последние три серии Прям вообще Вот этот подвал ебаный Воспоминания с офисами Я прям влюблен Просто Жил бы Ладно нет Фу блять Ну на Постучу по дереву Не жил бы Но тут прям так Светло Хорошо По сравнению Со всем Где мы были Окей 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 Давайте на этом будем заканчивать Пожалуй на сегодня Искать имя Данные Владельца Тату-салона Будем в следующем эпизоде Я благодарю вас За то что вы посмотрели Эту серию Подписывайтесь на канал Подписывайтесь также На телеграм-канал Ссылка на который Будет в описании И под роликом Ставьте лайки Комментируйте И увидимся В следующем эпизоде Прохождения Observer System Redux И в других играх Всех обнял Субтитры сделал DimaTorzok